Коляд, коляд, колядница, добра с медом поляниця, а без меду не така, дайте дядьку пятака. Вот такими маленькими детками мы ходили, рассказывали колядки, и нам хозяйка выходила и вручала или калач, или бублик, то есть баранку, пряник какой-нибудь, или поляницю. И бывали такие случаи, что бегаешь-бегаешь по селу, молодежь там, ну сграйка, там человек пять-шесть деток, и все дают калачи с обычного хлебного теста. И одна хозяйка, которая побогаче, наверное, или постаралась, пекла сдобные калачики или пряники, и мы умудрялись бегать к ней по два-три раза, чтобы получить вот такие гостинцы. И сегодня мы будем делать выпечку к Рождеству. И начнем мы с теста. Я просеяла 1 килограмм муки, 160 граммов масла сливочного, я его размягчу в микроволновке. У меня здесь 40 граммов дрожжей, 5 яиц, щепотка ванилина, также 1 стакан сахара и около 300 миллилитров теплого, около 30 градусов молока. Муку я также подогрела, яйца у меня тоже комнатной температуры. И сейчас мы сделаем опару. К 40 граммам дрожжей я добавлю 1 столовую ложку сахара из общего количества, пару столовых ложек муки. И перемешаю. И налью теплое молочко. Отправим нашу опару в теплое место. У меня это духовочка. Около 25 градусов разогрею ее. И пусть наша опара подходит. Муки можно еще взять ложечку. Все. Ждем пока подойдет опара. Опаре понадобится минут 15-20. А мы тем временем в микроволновой печи размягчили масло сливочное. Теперь разобьем 5 яиц. Из одного я отделю желток. Он нам понадобится для того, чтобы уже смазать готовую выпечку. Остальные яйца я разобью. Добавлю щепотку соли. Сахара в стакан. Сахар также смотрите по своему вкусу. И хорошенько венчиком разотру. Смотрите, друзья. Вот к яйцам я добавляю сахар. Добавляю ванилин, щепотку. Можно взять пакетик ванильного сахара. Либо другой какой-то ароматизатор. Еще я возьму пол чайной ложки соли. И буду растирать. У нас время есть, пока наша опара поднимается. Смотрите, как заработали наши дрожжи. Прошло 15 минут. Я возьму немножко муки на подпыл. И теперь добавляю дрожжи. Если вы берете сухие дрожжи, там на пачке обычно написана инструкция, на сколько килограмм. Но обычно 1 к 3. Если 40 граммов идет прессованных дрожжей, то разделите на 3 и возьмите в 3 раза меньше. Все. Мы добавили дрожжи с молоком. Опару нашу. Теперь добавляем яйца с сахаром. Ну, короче, замешиваем. Обычное вздобное тесто. Как мы делали и на куличи, и на булочки. Сначала я замешиваю все ложкой. Постепенно добавляем масло. Мы в миске собрали тесто в комочек. Теперь выкладываем на доску. Берем муку, которую мы оставляли из общего количества. И будем вымешивать еще на столе. Не знаю, минут 5-7. Чтобы тесто не липло к столу и было однородным. Вот тесто мы уже вымесили. Смотрите, друзья, оно уже к столу не липнет. Вот такое у нас получилось тесто на домашних яйцах. Желтенькое. Теперь я в миску капну пару капель растительного масла. И отправим наше тесто все в ту же духовочку при 25 градусах, чтобы тесто подходило. А мы тем временем подготовим начинку. Смотрите, дорогие друзья, для начинки наши родители использовали сладкий творог с изюмом. Также любое повидло, либо варенье, но чтобы оно было не жидким, а густым. Мак использовали. Я же взяла грамм 400 сухофруктов, грамм 120 у меня орешков грецких. И еще у меня вот есть перетертое с сахаром, варенье, чайные розы сырое. И вот я это использую для начинки. Изюм и клюкву я не буду измельчать. А курагу порежу и орешки также измельчу. Орешки я немножко подсушила в микроволновке. И сейчас в кулечек и вот так скалкой немножко измельчим. Я мельчить сильно не буду, чтобы чувствовались такие кусочки. Ну вот и все. Наша начинка готова почти. Смотрим, что же наше тесто. Вот такое веселое у нас солнечное получилось тесто. Оно поднялось. Я ему сделаю вот так прям в миске обминку. И отправлю его еще один раз подняться. Видите, какая второй раз у него уже гладкая структура. Отправляем все в ту же духовку при 25 градусах. Пусть поднимается второй раз. Тесто наше уже подошло второй раз. Я беру половину банки лепестков чайной розы. Добавляю наши сухофрукты с орешками. И начинка готова. Перемешиваю ее. Откладываю в сторонку. И смотрим тесто. Вот такая получилась у нас начинка разноцветная. Тесто мы выкладываем на стол. Я его поделю на три части. Одну часть вот так наполовину побольше. И вот так. Вторую половину еще на две. Обминаю. Оно пищит. И пусть оно минут пять еще вот так отдохнет. И теперь берем кусочек теста и раскатываем. Вот я раскатала тесто в прямоугольник. Теперь переворачиваю его. Еще раз подкатаю немножко. Разворачиваю гладкой стороной вниз, чтобы рулет наш был гладенький или калачек. И выкладываем начинку. Вы заметили, что я сахар не добавляла в начинку, потому что в моем розовом варенье было много сахара. Если варенье добавлять не будете, а только сухофрукты и орехи, то можно добавить еще сахар или какое-то варенье. Распределяю равномерно начинку. Края, вот видите, я оставила без начинки. И теперь сворачиваем плотненько наш рулет. Хорошо его так уплотняем. Защипываем края. Края мы защипнули. Теперь еще немножко вот так прокатаем его. Вот так выравниваем. Видите, у меня вот шов вот здесь сбоку. Я его так оставляю. Немножко вот так наш рулет уплотняю. И делаю надрезы. Где-то до середины. Переворачиваю. Формируем калач. Вот мы подготовили противень, смазали его сливочным маслом. И уже в противне формируем калач. Отправляем наш калач в теплое место. Я отправляю в духовочку при 25 градусах для подъема. Эти два кусочка теста я буду раскатывать в одинаковые кружки. Смазываю один лист теста растопленным сливочным маслом. Распределяю сверху оставшуюся у нас начинку. Прикрываю другим листом теста и защипываю края. После того, как мы края защипнули, я вот так еще уплотняю хорошо, чтобы начинка как бы вошла в тесто. Вот так даже вот немножко растягиваю. Нахожу центр. Можно даже еще вот и скалочкой прокатать. Нахожу центр примерно вот здесь. И вот так ставлю пол-литровую банку. Можно ее убрать. Уже круг у нас есть. И теперь делаем надрезы. Один напротив другого. Мы разрезали на четыре части. Теперь каждую четвертую часть будем делить примерно на три. Вот так. На три ровных лепесточка. Теперь беру одну часть. Вот так ее подтягиваю. Скручиваю. Выкладываю ее к центру. Оставляем ее вот так. И теперь берем следующую. Тоже вот так немножко уплотним еще. Прокручиваем. Подтягиваем немножко. Если сыпется у нас начинка, то не страшно. Так. И прокручиваем вот этот краешек под низ. И так следующую. Немножко подтягиваем. Прокручиваем. И так по кругу. Теперь мы аккуратненько перекладываем всю вот эту нашу красоту на противень. Чтобы не поломать ее. Руки как грабли нужно сделать. Вот так. Противень я смазала опять сливочным маслом. Это вся начинка. Какая у нас осталась. Мы присыпаем. Вот так распределяем, чтобы было красиво. И отправляем все туда же в духовочку для подъема. Тесто в духовочке подходит. Вы помните, что мы оставили один желток. Я сюда добавила 2 столовые ложки молока. Перемешиваю. И когда наше тесто хорошо подойдет, мы смажем, чтобы была красивая румяная корочка. Смотрите, тот калач, который мы формировали первым, уже подошел, отдохнул. Мы его смазываем. Дадим немножко на маске вот этой обсохнуть, пока у нас духовочка будет разогреваться до 180 градусов. И отправим выпекать. А второй еще не подошел. Мы подождем немножко. И точно так же его смажем. И будем выпекать при 180 градусах. Первый калачик в духовке уже выпекается. Второй подошел. Мы его также хорошенько смажем. Первый калачик уже испекся. Я выпекала его первые 15 минут при 180 градусах. И полчаса при 160 градусах. Ждем второй. Его можно украсить либо сахарной пудрой присыпать, либо глазурью. Я решила украсить глазурью. Глазурь я сделала из белка. Одного яйца 120 граммов сахарной пудры. 120-140, зависит от размера вашего белка. И чайной ложки лимонного сока. Вот и все. Ну все, дорогие наши. Вот так я украсила наши прекрасные калачи рождественские. Их можно приготовить и просто как сдобу. Сверху еще добавляю изюмчик. Можно добавить курагу, орешки. Подождем, пока остынет, чтобы не кушать горячую выпечку, сдобу. И попробуем. Все-таки хочется зимнего настроения. И немножко добавим снежка в виде сахарной пудры. Ну наш калач остыл. Я один разломаю и покажу вам. Вот какое тесто у нас получилось. Вот посмотрите, какая здесь сдоба. Какая-то вкусняшка. Второй уже не буду разламывать, потому что мы в гости с ним пойдем. Вот. Очень вкусно. Если вы не приготовите, то и не узнаете, как это вкусно. Друзья, обязательно приготовьте по этому рецепту такую выпечку. Ваши калядники будут прибегать до вас по 5 раз калядувати. И еще заходите. У нас есть ссылочка под видео на канал брата Ивана Афанасьевича. Канал называется Дмитрий Чиджи. Мы сегодня готовили по его рецепту курочку с ананасами. Это очень-очень вкусно. К Новому году, к Рождеству обязательно приготовьте. Рекомендуем. До свидания. Мы желаем вам мира, добра и благополучия. Всего хорошего.